После чего министр здравоохранения США лишился своей должности и что объединяет супругу Джорджа Клуни, Амаль и папу римского Франциска. Об этом не только в нашем обзоре. Долетался министр здравоохранения США, ушел в отставку из-за любви к роскоши. Оказалось, что в командировке Том Прайс летал на дорогостоящих частных самолетах, вместо того, чтобы покупать билеты на обычные коммерческие рейсы. ВИП-перелеты министра за пять месяцев обошлись американским налогоплательщикам в 400 тысяч долларов. Прайс заявил, что раскаивается и пообещал вернуть деньги в бюджет. Американская разведка ищет русскоязычных сотрудников. ЦРУ объявила о наборе в лингвистический отдел. На первом этапе к соискателям всего три требования. Знание русского, высшее образование в Америке и интерес к национальной безопасности. По словам разведуправления, работа агента-лингвиста будет состоять в выявлении правды. Ангела Меркель, Папа Римский и Амаль Клуни могут стать претендентами на Нобелевскую премию мира. Всего в списке кандидатов 215 человек и 103 организации. По традиции, их имена будут держать в тайне 50 лет. Мы же узнаем от 5 до 20 претендентов, отобранных Нобелевским комитетом. Ангелу Меркель могут наградить за прием беженцев, а красавицу жену голливудского актера Джорджа Клуни за юридическую защиту жертв геноцида езидов. Нобелевская неделя стартует уже в понедельник. Дорого и еще дороже. На ремонт главного символа Лондона придется потратить вдвое больше запланированного – 61 миллион фунтов. Как оказалось, техническое состояние Биг Бена еще хуже, чем предполагали. Знаменитые часы молчат с конца августа. Тогда начался ремонт башни и продлится он ориентировочно 4 года. Сделай селфи, проверь здоровье. С помощью только мобильного телефона можно определить рак поджелудочной. Новая программа проверяет глаза по фотографии, определяет уровень желчного пигмента билирубина, окружающего зрачок. Таким образом можно выявить ряд серьезных заболеваний, в том числе рак поджелудочный, который редко диагностируют на ранних стадиях. Принц Гарри и экс-президент США Барак Обама сходили на игры непокоренных. Посмотрели волейбольный матч инвалидов-колясочников. Молодой принц и президент дружат уже несколько лет. Они любят подшучивать друг на другом. Когда игры непокоренных проходили в Штатах, Обама бросил вызов Гарри с помощью видеопослания. Тот ответил не сам, а с помощью бабушки-королевы. Ее величество посмеялось над озорством Обамы.